Вернуться к прежней схеме распределения квот на вылов рыбы между коренными народами Камчатки предлагают власти региона. Проблемы, возникающие при использовании существующего механизма, обсудили на встрече представители родовых общин, правительства края и Росрыболовства. Сейчас идет прием заявок на следующий год. К началу июня их количество уже превысило тысячу, но многие пока не могут быть одобрены из-за ошибок в документах. Мы приложены к заявке доверенности. Заявки не в полном объеме составлены, то есть отсутствуют вводные биологические ресурсы, объемы и виды. Не указаны адрес места жительства. Согласно административному регламенту это все является основанием для отказа. Информация по неверно оформленным заявкам есть и на сайте СВТУ ФАР. Отправляют данные и в муниципальные администрации. Проблемы такого рода можно решить за лето. Период, отведенный на одобрение документов, заканчивается 1 сентября. Поэтому есть время на исправление ошибок. Гораздо сложнее коренным жителям Камчатки разобраться с тем, какой объем заявлять. Сколько же мне надо заявиться на следующий год, на 2020 год, чтобы вы нашу общину не обидели? Сколько? Однако размер выделенной квоты по каждой конкретной заявке никак не зависит от единоличной воли какого-либо чиновника или инспектора. В феврале 2018 года вступил в силу федеральный регламент, утвержденный Росрыболовством. После этого решение региональной межведомственной комиссии, которая регулирует распределение анодромных рыб, в отношении общин утратили силу и начала действовать формула, прописанная в регламенте. Она определяет, сколько гольца и других видов лосося, а также корюшки, получит каждое объединение. Лимит, который выделяют для коренных малочисленных народов региона, по этой формуле распределяют пропорционально заявкам. Кто написал больше килограммов, тот в итоге большую долю и получит. Но угадать, сколько будет заявок, невозможно. А значит, непонятно, какой вес улова нужно запросить, чтобы в итоге получить необходимое количество рыбы. Правительство Камчатского края с мая 2017 года неоднократно обращалось в Росрыболовство с этой проблемой. Прошел ряд встреч главы региона и руководителя ФАР. В ходе обсуждений Владимир Илюхин настаивал на необходимости устранения недочетов новой системы. В начале этого года по инициативе губернатора от Камчатки вновь отправили предложение изменить порядок распределения квот между общинами с учетом интересов коренных жителей. В очередной раз было отмечено, что действующий регламент недоработан и требует поправок. Те предложения, которые мы вносили, они позволяют решить эту задачу в отношении анодромных видов рыб, то есть передать полномочия, как это было на протяжении длительного периода времени, в комиссию и решениями комиссии устанавливать эти объемы, которые в целом были сбалансированы и устраивали всех. Руководитель федерального агентства, который приезжал к нам недавно на ДНПС, заявил об этом, что, безусловно, будут внесены изменения в регламент, которые снимут вот эту проблематику. К этому сезону добычи корешки и красной рыбы распределять квоты пришлось по формуле. Также схема действует и в новой заявочной кампании. Чтобы внести в регламент поправки, предварительно получившие положительный отклик, требуется время. Такова процедура изменения федеральных законов. Конечно, эта работа будет продолжаться. Есть какое-то понимание сегодня, и Владимир Иванович мне об этом говорил, что есть понимание, и он встречался еще раз, когда проходило здесь совещание научно-промыслового совета, он разговаривал об этом с руководителем федерального агентства по рыболовству. Понимание есть, но вы должны тоже исходить из того, что пока закон действует, мы должны его придерживаться. Тем не менее, в результате взаимодействия региональных властей территориального управления Росрыболовства и руководства ФАР удалось сохранить привычный механизм распределения квот для физических лиц. Хорошо, что удалось решить проблему с физическими лицами, и мы продолжаем работать по старому стандарту. И, конечно, мы понимаем, что это была очень большая проделанная работа. Конечно, очень хорошо было бы, если бы общинам предоставляли квоты, как и раньше, не по этой формуле, которая сейчас работает по административному регламенту, и все бы были довольны. Обсуждали на совещании и принцип раздела по видам рыб квот, действующих для физических лиц. И если представитель коренного народа не выловит положенное по квоте количество кижуча, то другим лососем недостачу восполнить нельзя. Лимит 50 килограммов на вылов биологических ресурсов в Ильичинский городской области. Из них, вот для чего вот это выражение «из них»? Камчатка, она большая, и в каждом районе какая-то, допустим, одна рыба, вид рыбы, простите, ловится больше, а в каком-то вида рыбы его практически там нет. В правительстве края соберут все предложения по квотам на вылов анодромных видов рыб, поступающие от представителей коренных малочисленных народов Камчатки, внесут в список и замечания по добыче морских зверей и белорыбецы. Все поправки будут рассматривать при подготовке новых нормативных документов, а также отправят руководству ФАР. Есть надежда, что Росрыболовство одобрит изменение регламента распределения квот уже в этом году. Залина Корбанова, Алексей Кузьмин, Иван Казанцев, информационное агентство «Камчатка». Росрыболовство «Камчатка».